А теперь посмотрите на этих людей и я прошу приветствовать оглушительными аплодисментами боевой состав «Локомотива» сезона 2011-2012! Александр Галимов. Единственный не по алфавиту. Когда начинали делать мемориал, он был еще жив. Последнюю шайбу «Локомотива» забросил тоже он. Уникальные кадры. Товарищеский матч против «Торпеда» 3 сентября. «Локомотив» выигрывает 5-2, Галимов забрасывает в пустые ворота. Говорят, что с тренировок он тоже уходил последним. Зато первым выходил к болельщикам. Это автограф-сессия перед сезоном. На командной фотосессии он тоже был первым. Ну и специально не монтировали эти кадры, хотя они дрожат, это рабочий материал, но оператор простит. «Готовы?» «Сая, неплохо, неплохо там, Саян!» Десять человек подписали контракт с «Локомотивом» в межсезонье. Главный тренер, кстати, тоже. Брэд МакКримен был назначен 29 мая. Это был его первый в жизни контракт главного тренера. В НХЛ он работал помощником. Вместе с ним в команду пришел и Ян Марек. Ян спрятался далеко. Добрый вечер. Самый знаменитый хоккеист Беларуси Руслан Салей тоже пришел в «Локомотив» летом. В первые часы после трагедии многие говорили, что он жив. Видимо, посмотрели, где родился и решили, что Руслан ждал партнеров в Минске. Но в команде так не бывает. Команда – это когда все вместе. Руслан, давай вот так с пальцем, что ли, без клюшки. Просто родным. Саня, давай, давай. Нет, да каким пальцем? Давай просто дай мне клюшку. Вань, дай мне клюшку. Дай, а сколько тебе, Вань? Вот так вот. Ну, давай. Вратарь Александр Вьюхин был самым опытным. Не только в «Локомотиве». В Либе. Он играл на высшем уровне с 92-го года. 725 матчей. Это рекорд. За ним даже Ткаченко на фотосессии из-за ширмы подглядывал. Я говорю, давай подпись. Давай. Закончил. Все? Иван Ткаченко. После 7 сентября о нем узнали все. Потому что помогал больным детям и никому об этом не говорил. Потому что воспитывал двух дочек, а сынишка родился уже в январе 2012-го. В Ярославле его любили живым. И прощали даже такие ошибки. Детский. Даниилу Собченко было всего 20. Он и играл под 91-м номером. А перед сезоном решил сменить. И удивился, что на фотосессии ему дали старый свитер. У него день рождения, 13-го апреля. Юрий Урочев на 10 дней старше. Вместе с Данией они выиграли молодежный чемпионат мира. Помните, у канадцев. Только лететь он был не должен. Травма у Юры была. Играть не мог. Полетел, чтобы поддержать партнеров. Александр Калянин тоже попал в список на вылет в самый последний момент. Очень быстро восстановился после травмы. Какие-нибудь эмоции? Либо злость, либо улыбку. Улыбку, да? То есть неравнодушно, а так это? Хорошо. Поехали. Поехали. Капитаном был рахунник. На фотосессии Карелу пришлось задержаться. Снимался в форме. В футболке. И даже обнаженном. Надо, значит надо. Обратите внимание, чехословацкая тройка. Рахунник говорит про любовь к футболу. А Йозефа Вашечека и Павла Димитра почему-то спросили, умеют ли они сажать картошку. Димитра в этот момент сосредоточенно натирает клюшку. Поехали. Хорошо, хорошо. Поехали. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok